МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прием под названием ловля на живца сработал. Многомесячная охота увенчалась успехом. Так завершилась одна из самых засекреченных операций КГБ «Ночная Москва». Непосвященный в детали наблюдатель, скорее всего, счел бы описываемые события по меньшей мере странными. Сотрудники КГБ задержали сотрудников КГБ. Но еще более поражает масштаб поставленной задачи. От успеха этой операции зависело проведение в Москве летних Олимпийских игр. 30 июня 1979 года. Москва. В отдельном кабинете дорогого ресторана «Сливки советского общества». Дочь самого генсека Галина Брежнева расспрашивает своего недавнего знакомого импресарио из Испании, как ему понравилась столица. В ответ иностранец рассказывает невероятную историю. Его подопечный, солист панского балета, был ограблен сотрудниками КГБ. Правда, артист не стал обращаться в милицию. Он находится сейчас на родине и отказывается когда-либо еще ехать на гастроли в СССР. Испанец просит Галину донести новость до руководства страны. Похоже, на Лубянке сошли с ума. Шокированная Галина обещает поговорить с отцом. Она уверена, что это какое-то недоразумение. Такого не может быть. 1979 год. Москва готовится к проведению Олимпиады-80. Особое внимание организаторы спортивного праздника уделяют безопасности участников и гостей будущих соревнований. Для координации работы всех ведомств в 5-м управлении КГБ создан специальный отдел, названный Олимпийским. Сюда стекается вся информация, имеющая даже отдаленное отношение к предстоящим играм. Сообщения приходят от разведки, погранслужбы, военной контрразведки, МВД, МИД и ТАСС. Свои собственные отчеты сотрудники спецотдела отправляют непосредственно руководителю КГБ Юрию Андропову. Впервые страна социализма, так сказать, форпост социализма принимала эту Олимпиаду. И здесь не могло быть ни сучка, ни задоринки. То есть, ну, вот все. Там еда, одежда, униформа спортсменов, чтобы таксисты говорили на иностранных языках, баночное пиво в магазинах, отсутствие очередей. Ну и, конечно же, безопасность. Это вообще была, наверное, основа основ. И поэтому, я думаю, что и разведка, и контрразведка, и военная разведка, и любые какие службы у нас существовали, они все работали в чрезвычайном режиме. 2 июля 1979 года. Москва. Андропов давно не видел генерального секретаря в таком гневе. В последнее время Леонид Ильич сильно встал. Тем удивительнее было наблюдать, как руководитель Компартии СССР стучит кулаком по столу, требуя прекратить безобразие. «Какие-то люди грабят иностранцев», – услышал Андропов. «И при этом предъявляют удостоверение сотрудников КГБ». «Ты уверен, что это точно не твои ребята?» – в сердцах бросил Брежнев. Руководитель Всесильного комитета ответил, что готов лично поручиться за каждого чекиста. Но и подобная наглость со стороны мошенников казалась невероятной. Присутствовавший при этой сцене Михаил Суслов, серый кардинал ЦК, со значением обронил. Информацию передала Галина Леонидовна. Замечание Суслова заставило Юрия Андропова посмотреть на новость иначе. Вполне вероятно, что это обычная ДЭЗа, запущенная идеологическим противником накануне Олимпиады. Галина – любительница светских раутов. Прекрасная кандидатура для раздувания подобного рода сенсаций. Целей у провокации может быть несколько – сорвать проведение Олимпийских игр, либо, как минимум, дискредитировать КГБ. Но есть и еще одно объяснение. Липа, переданная через иностранных дружков Галины, на самом деле попытка отвлечь внимание чекистов от чего-то более серьезного. Агентурных сообщений о подготовке в Москве террористических актов предостаточно. По приказу Юрия Андропова аналитики проверили сводки КГБ и МВД. Результат был вполне ожидаемый. Ни об одном случае ограбления сотрудниками Комитета госбезопасности не нашлось ни слова. Ни одного заявления, ни одной жалобы не поступало от зарубежных гостей о том, что они подверглись нападению со стороны людей с удостоверениями КГБ. Юрий Андропов сделал только один вывод – дезинформация. Однако на всякий случай органы внутренних дел столицы получили приказ о всех происшествиях, связанных с иностранцами, немедленно докладывать в спецотдел КГБ. А летом 79-го иностранцев в Москве было много. Июль 1979 года. Финальные соревнования седьмой открытой спартакиады народов СССР становятся генеральной репетицией Олимпиады 80. Сюда впервые приглашены команды из-за рубежа. Больше двух тысяч иностранных спортсменов из 84 стран. После выступлений – традиционная программа. Красная площадь, Третьяковка, ГУМ, а вечером – ресторан. Такое количество людей, вот я даже мальчишка, мне было 19 лет, которые бы следили за порядком как в открытую, так и закамуфлированно, да, я просто не видел. То есть мне все время казалось, что за мной наблюдают. Вот постоянно кто-то наблюдает. Либо люди в штатском, либо люди в военной форме, либо в какой-то другой форме. Но в то же время чувствовалась безопасность. Ну вот, как выясняется, вот, оказывается, безопасности до конца и не было. 15 июля 1979 года. Москва. Дознаватель Владимир Колесников попытался жестом успокоить разгоряченных парней и попросил переводчика еще раз повторить вопрос. Что конкретно произошло? Час назад в районный отдел милиции буквально ворвались двое темнокожих молодых людей. «Хелп», «Мозамбик», «Спорт», – кричали иностранцы. Лица у парней были разбиты. Судя по всему, они стали жертвами нападения бандитов. «Так что они говорят», – обратился Колесников к переводчику. «Они утверждают, что на них напали сотрудники КГБ», – последовал ответ. В этот вечер спортсмены из Мозамбика ужинали в ресторане отеля «Националь». Познакомились с эффектной брюнеткой и решили продолжить вечер в гостях у ее подруги. В темном переулке автомобилю перекрыла дорогу «Черная Волга». Через громкоговоритель было приказано остановиться. Трое мужчин показали спортсменам красные корочки с надписью «КГБ». Девушку отвели в свою Волгу, а у молодых людей проверили документы и забрали все деньги. Мозамбикские спортсмены попытались оказать сопротивление, но получили серьезный отпор. Авторитет органов КГБ был настолько велик в обществе, что преступникам даже не обязательно было предъявлять реальное удостоверение. Это мог быть муляж, это могла быть кукла, потому что человек, поставленный в стрессовую ситуацию, вряд ли будет изучать продъявленный ему документ. Тем более действовали бандиты очень жестко, очень резко, быстро. Уже на следующее утро после ночного происшествия с мозамбикскими спортсменами заявление потерпевших попало в руки Юрию Андропову. Руководитель КГБ не скрывал своего возмущения. Андропов решил лично курировать расследование. Для Комитета государственной безопасности поимка мошенников, посягнувших на священную аббревиатуру, стала задачей номер один. Когда доложили Андропову, и он прикинул, а он перспективу видел великолепно, лучше многих, что если это так происходит, то это не одна банда, а это на потоке, и что Олимпийские игры будут скомпрометированы, что будет брошь на тень на КГБ, будет брошь на тень на него, а у самого Андропова было немало недругов и в Политбюро, потому что он уже, так сказать, начинал свою постепенную перестройку, борьбу с коррупцией, борьбу с криминалом, который, в общем-то, во многом исходил от сотрудников МВД. Приказываю приступить к оперативным действиям по обезвреживанию банды ЛЖКГБ. Подготовку и проведение операции под кодовым названием «Ночная Москва» возложить на вторую службу контрразведку управления КГБ по Москве и Московской областей. Ответственным назначить полковника Седова. Андропов. Виктор Петрович Седов. 1943 года рождения. Окончил МГИМО, высшую школу КГБ СССР. Владеет английским и немецким языками. Отличается высокой работоспособностью. Холост. Андропов хорошо знал Виктора. Вместе с его отцом, Петром Седовым, он работал инспектором в ЦК партии в начале 50-х. Жена Петра Седова умерла, когда их сыну Виктору исполнилось 10 лет. А не так давно погиб и Седов-старший в автомобильной катастрофе. Виктор жил один, всего себя отдавал работе. На его счету немало блестящих заслуг. Андропов был уверен. Седов – лучшая кандидатура для руководителя операции «Ночная Москва». Исторически работники госбезопасности очень трепетно относились к защите чести своего мундира. И поэтому, когда какие-либо преступные группировки пытались работать под видом сотрудников госбезопасности, они автоматически попадали в поле зрения КГБ и на их разоблачение бросались лучшие силы этой могущественной организации. Вот уже час Виктор допрашивает спортсмена из Мозамбика. Он, конечно же, не помнит ни номера «Черной Волги», ни номера такси. Девушку описывает общими словами – красивая брюнетка. Опознать вряд ли сможет. Красивых девушек в Москве немало. Лжек и ГБшников и вовсе видел в темноте. Седов констатирует – очередное уравнение со всеми неизвестными. Впрочем, есть одна зацепка – ресторан «Националь». 25 июля 1979 года. Москва. Каролина, Элеонора, Марианна, Джулия и Эльвира – ночные бабочки гостиницы «Националь» поглядывают на часы. В самое горячее время, 11 вечера, их собрали в кабинете директора. Седов просит девушек припомнить, что за брюнетка в ночь на 15 июля подсаживалась к двум темнокожим спортсменам. Девушки переглядываются. Здесь в «Национале» все свои, но такого эпизода никто не припомнит. Если только это была залетная гастролерша, жаль, сразу не заметили. Показали бы, как на чужой территории отбивать клиентов. Седов разочарован. Встреча не принесла результата. Но на выходе одна из девушек просит у Седова зажигалку. Вместе с зажигалкой полковник получает обратно свернутый листок бумаги. На нем номер телефона и подпись «Элеонора». Говоря о ночных бабочках 70-х, 80-х, нужно отметить, что они очень отличались по месту работы и, соответственно, по качественному составу. Если говорить о привокзальных шлюхах, то, так сказать, имя им легиона никого не интересовали, кроме местного участкового. А вот так называемые центровые, те, кто беспрепятственно, как депутаты Верховного Совета, входили в лучшие гостиницы и проходили как королевы в нужный номер, это были элитные проститутки, сотрудничавшие со спецслужбами. Целый ряд из них даже имел высшее образование и даже инъяс. 27 июля 1979 года. Москва. Дверь Седову открыла незнакомая девушка в ситцевом халатике. Виктор не сразу узнал вчерашнюю путану. Седов выслушал сбивчивое объяснение. Вчера в отеле она не решилась рассказать при всех историю, которую слышала от своего клиента, спортсмена из Польши. Капитан польской волейбольной команды будто бы уехал из националя с одной девушкой, а такси остановили сотрудники КГБ и забрали все его деньги. Поляк побоялся обращаться в милицию. Девчонка молодая, на вид моложе 16 лет. За такое сразу дадут срок. Грабитель он направлен на кого? У кого есть деньги? У кого были деньги тогда? У иностранцев. Валюта была у иностранцев. Конечно, к ним притяжение было. Я работал в отделе по борьбе с преступлением в отношении иностранцев. И я хорошо знаю статистику в совершении преступлений иностранцами против наших граждан и в отношении иностранцев. В основном страдали поляки. Больше всех пытались здесь продать, сбыть и так далее. Ну, спекулянты были. Поэтому у них были деньги, они все время попадали в какие-нибудь передряги. Так, виктимологически. Виктим, жертва. Она создавала условия для совершения в отношении ее преступлений. Преступники, кажется, предусмотрели все. Никто из потерпевших не захотел подавать заявление о грабеже. Кого-то пугало зловещее КГБ, кто-то опасался уголовного кодекса, потому что подсадная девушка выглядела слишком юной. Шансов отыскать мошенников практически не было. Поиск информации по другим направлениям тоже оставался безрезультатным. А потерпевшие, которые являлись иностранными гражданами, не хотели обращаться в правоохранительные органы, потому что они совершали некие отступления от правил поведения иностранцев. Конкретно, будем говорить, называть вещи своими именами. Это было связано с тем, что они снимали девиц легкого поведения, то есть изначально компрометировали себя. А продолжение, то есть ограбление, уже следовало в процессе то, что называется отлаженной программой, отлаженной процедурой, которая известна во всем мире, но которая считалась, не существовала в Советском Союзе. Оперативники посетили все столичные таксопарки, пересмотрели сотни путевых листов, опросили столько же водителей. Но никто ничего не видел и ничего не знал. А если и знал, то молчал. Скорее всего, бандиты платили таксисту достаточно, чтобы тот обеспечивал им алиби. Бандиты недаром называются организованной преступной группировкой. Это значит, что у них есть мозговой центр. И лучшие разработчики, которые знают законы нелегальной разведки, знают законы спецслужб, с которыми они борются и соревнуются, знают, что они должны быть лучше спецслужб, потому что любая ошибка у них, как у сапёра, если он ошибся, их повяжут и кончится лафа. Параллельно шли поиски «Чёрной Волги» с громкоговорителем. Подобных авто в Москве было немного. И все они ведомственные. По заданию Виктора оперативники составили списки автомобилей Минобороны, МВД, КГБ и даже ЦК КПСС. Решено было проверить всех. Но сколько времени могли занять эти проверки? Однако вскоре Седов получил ценную информацию, которая заметно облегчила поиски неуловимой машины. Следственный отдел к полковнику Седову. Срочно. Один из пострадавших граждан Мозамбика вспомнил, что со всей силы пнул ногой правое заднее крыло Волги. Есть вероятность, что машина повреждена. Теперь оставалось найти «Чёрную Волгу» с повреждённым крылом. Седов посоветовал своим сотрудникам сменить тактику. Надо идти не к начальникам гаражей, а в первую очередь в отделы кадров. Ни в коем случае не вскрывая истинный оперативный интерес искать водителей с хорошей анкетой и большой выслугой лет. А ещё лучше – бывших фронтовиков. Именно у них можно будет узнать, кто из шофёров пользуется доверием начальства и берёт служебный автомобиль для своих личных нужд. Кто недавно ремонтировал крыло или собирается это сделать. Но для разговора с образцовыми водителями придётся придумать легенду. 5 августа 1979 года. Москва. Молодой корреспондент Советской России берёт интервью у Фёдора Смолина, ветерана войны, водителя Минобороны СССР. После трёхчасовой беседы и бутылки столичной у Смолина развязывается язык. Он раскрывает, разумеется, не для печати, все служебные секреты. Журналист, он же сотрудник 2-го управления КГБ Вячеслав Нестеров, доволен. Услышанная информация, безусловно, представляет огромную важность для следствия. Это так называемая тактическая уловка, оперативная работа, которую можно только приветствовать. Это грамотная оперативная работа. Когда не в лоб пишут запрос, прошу вас сообщить номера машин, иногда это тоже необходимо. Но в данном случае это называется оперативной комбинацией, когда хитроумным приёмом неофициально получаются необходимые для следствия сведения. Это работа оперативника. И чем остроумнее и незаметнее это будет сделано, тем лучше работа оперативника. Из отчёта сотрудника 2-го управления КГБ Вячеслава Нестерова. По словам Фёдора Смолина, несколько месяцев назад начальник гаража Петренко АС устроил на работу своего дальнего родственника Михаила Коноваленко. Новый водитель ведёт себя неуважительно к коллегам, не скрывает покровительство со стороны начальства. Часто пользуется служебным автомобилем в личных целях. Последние дни сидит без работы. «Волга» отправлена в ремонт. У машины повреждено заднее крыло. Виктор Седов лично допросил Михаила Коноваленко. Тот признался, он действительно за 50 рублей одолжил государственный автомобиль незнакомцу. Ему вернули машину спустя пару часов, но с помятым крылом. И заплатили за ущерб ещё 25 рублей. Лица незнакомца он не помнит, опознать не сможет. Седов, разумеется, понял, что Коноваленко лжёт, но решил навязать ему свою игру. Полковник отпустил Коноваленко, ограничиваясь подпиской о невыезде. Приказываю установить наружное наблюдение за Михаилом Коноваленко. Полковник Седов. В данном случае следователь, конечно, правильно поступил. Если бы он прямолинейно давил с мордобоем, как иногда это бывает в нынешнее время, тогда это было гораздо реже, тот мог упереться на своей версии. Меня использовали в тёмную. Подвезти и всё. И ничего бы следствие не добилось. А этот приём широко используется. Выпускается преступник, например, на свободу. Якобы ему следствие поверило, но не просто наружное наблюдение и прослушка телефонов. Он берётся в плотное кольцо. Тем более ФСБ вообще мастерски этим занималось. Большой опыт там седьмого управления наружного наблюдения. И, конечно, они получили гораздо больше информации для раскрытия дела, чем прямолинейный мордобой. Подозрение о том, что Михаил Коноваленко попытается предупредить своих подельников, кажется, оправдывалось. После допроса водитель отправился вовсе не к себе домой, а на улицу Чехова. Сотрудники наружного наблюдения проводили клиента до подъезда и остались ждать во дворе. Но визит шофёра к неизвестным приятелям неожиданно затянулся. На следующие сутки вооружённая опергруппа приступила к поквартирной проверке. 9 августа 1979 года. Москва. Когда полковник Седов прибыл на место преступления, эксперты уже заканчивали осмотр. На столе остатки богатого ужина. Дефицитный финский сервелат, шпроты, чёрная икра, недопитая бутылка водки. Окурки сигарет Мальбора в пепельнице. На полу, около стола, труп Михаила Коноваленко. Из груди торчит нож. Результаты дактилоскопической экспертизы. Отпечатков пальцев на орудии убийства не обнаружено. На одном из бокалов смазанный отпечаток. Согласно картотеке, принадлежит Георгию Михайловичу Меркулову. Георгий Меркулов. Кличка «Глобус». Уроженец Смоленска. 1935 года рождения. Спортсмен. Призёр Европы по самбо. Первый раз попал в поле зрения правоохранительных органов в 1949 году за драку. После поездки за границу в 1957-м пытался продать валюту, за что получил срок. Через полгода после освобождения был вновь осуждён за разбойное нападение. Освободился по амнистии весной 1979-го года. Судя по материалам дела, идея с переодетыми сотрудниками КГБ вполне в бунтарском духе Меркулова. Своеобразная месть за поломанную судьбу. Седов понимал, найти преступника будет непросто. Первое, что необходимо сделать, отправить нескольких оперативников на родину Меркулова. Судя по всему, «Глобус» приезжает в столицу исключительно на гастроли. От ограбления к ограблению. Объявлен розыск. Розыск вести по стране можно. Есть методы, есть дело на этого человека, есть его родственники, связи его, есть места, где он появляется. Но это такая обширная сфера. Олимпийские игры надвигаются. Его нужно было до Олимпиады скрутить. Дальше работали ребята из Московского управления, вторая служба. Вторая служба – это контрразведка города Москвы. Они взяли несколько опознавателей. Это люди, которые лично знают этого человека. В Смоленск Соколов направил двух сотрудников. Один из них – агент-опознаватель Александр Соколов, в 1957 году участвовал вместе с Меркуловым в соревнованиях по самбору. Второй – оперативный сотрудник контрразведки Юрий Ситников. 15 августа 1979 года. Смоленск. Измотанные разъездами по злачным местам Смоленска в поисках глобуса оперативники останавливаются в местной гостинице. В отеле работает сауна. Невиданная по тем временам роскошь. Однако администратор гостиницы просит московских гостей немного подождать. Сауна занята. Через два часа уставшие от ожидания оперативники решают сами заглянуть в парную. Агент-опознаватель Соколов рывком открыл дверь. Раздается женский визг, а навстречу Соколову поднялся тот самый человек, которого они искали – Георгий Меркулов. Глобус сразу узнал бывшего коллегу. Опытному преступнику хватило одного взгляда на Александра и стоящих за его спиной мужчин, чтобы понять – они ищут именно его. В следующую секунду ударом ноги в челюсть глобус уложил Соколова и бросился к выходу. Но оперативник Юрий Ситников успел выхватить пистолет и нажать на курок. Выстрел оказался смертельным. Сбежала из милиции. Стрельба. В чем дело? Жизнь граждан в опасности. Кто такие? Какие удостоверения? А ну-ка, не дыхните. Ой, менты. Повязали эту группу, которая была довольна, выполнила задание, все завершили. Дали им понюхать, дали подышать. Все вдохнули. При исполнении пьяные. Сразу рапорт министру внутренних дел. Министру внутренних дел рапорт Андропову. Информацию. Андропов своему заместителю по кадрам. Заместитель по кадрам, следуя букве закона, уволит всех. 16 августа 1979 года. Москва. Андропов, не отрывая взгляда от бумаг, слушает отчет Седова о ходе операции «Ночная Москва». Реакция председателя КГБ не заставила себя долго ждать. Да это же полный провал. Вы отдаете водителя в лапы Меркулова, а затем сами ликвидируете главаря. След потерян. И теперь, чтобы добраться до банды, предстоит все начинать сначала. Андропов отправляет Седова с последним предупреждением. Если через неделю бандиты не будут обезврежены, полковник отправится в соседнее ведомство регулировать движение на улицах. Юрий Андропов прекрасно разбирался в людях. Он чувствовал, на каких сотрудников лучше действует критика, а на каких похвала. Именно выволочкой и серьезная встряска побуждали спокойного Седова генерировать идеи. Уже к следующему утру был готов новый план ликвидации банды. Виктор Седов решил использовать рискованный, но в то же время проверенный прием ловлю на живца. Несколько толковых разведчиков вполне могли выступить в роли иностранцев. Наши разведчики, которые прекрасно могли сыграть роль иностранцев, жители Германии, либо жители Франции, либо жители Великобритании, поскольку представления гражданам именно этих государств в большей степени ассоциировались с достатком, с высоким уровнем жизни. Поэтому, исходя из этого, и задавались такие роли представители европейских государств, которые готовы рискнуть, оплачивая свое экстремальное пребывание и прохождение по ночной Москве. Главное, понимает Седов, обеспечить прикрытие. У ресторанов будут дежурить машины с оперативниками. Они сопроводят такси с живцом и девушкой. И как только покажутся бандиты, опергруппа сразу сможет задержать и таксиста, и лже-чекистов, и очередного водителя Волги с громкоговорителем. Седов согласовывает свой план с Андроповым и получает добро даже на то, чтобы использовать в качестве живых мишеней коллег из смежного управления. В целях проведения операции «Ночная Москва» укрепить второе главное управление контрразведку сотрудниками первого главного управления разведка, имеющими опыт работы за рубежом. Председатель КГБ СССР Юрий Андропов. Среди немногих, которых выбрали на эту роль, был и я. И это, в общем-то, по функциям своим не должно было этим заниматься, поскольку моя епархия была борьба со шпионажем под прикрытием журналистов иностранных. Мне приходилось с иностранными журналистами общаться и снимать с них информацию и выяснять их намерения тайные. Но вот ловить бандитов меня никто не мог заставить. Поэтому ко мне обратились коллеги из Московского управления на добром слове. Если мы сумеем пробить добро на твое участие, ты готов? Я недолго думаю согласился, потому что, конечно, это интересно, это операция, может войти в историю, это может оказаться каким-то шагом в карьере. Во всяком случае, все представляли себе, что после Олимпиады будет раздача слонов. А как ты отличился? Это уже детали. Поэтому я согласился работа, хотя риск был достаточно большой. Осуществляемые оперативные комбинации, они, безусловно, были связаны с риском для исполнительных главных ролей, но риск этот был оправдан, был закономерен, люди шли на него сознательно, потому что предполагается во всем мире, наверное, это так, что сотрудник правоохранительных органов, который дает присягу, который получает особо правой статус, он должен быть готов в том числе и рисковать своей жизнью. В распоряжение Седова поступили трое разведчиков. До этого они выполняли задания в Западной Европе. Виктор поймал себя на мысли, что даже в обычных костюмах из ГУМа они выглядят вполне по-европейски. Но все же для того, чтобы привлечь внимание преступников, требовалась куда более модная экипировка. обмундирование для живцов собирали сообща. Импортные костюмы, рубашки, галстуки и туфли принесли сами разведчики. Отдел оперативного снабжения выдал блок сигарет Мальбора. Зажигалками, часами, очками с затемненными стеклами, кожаными куртками поделились другие сотрудники КГБ. Юрий Андропов дал добро на использование для антуража вещдеков, журналов, плейбой. У меня экипировать особенно не нужно было, потому что я за год до этого я приехал и перешел в контрразведку из разведки. Я провел две командировки в Лондоне. Были достаточно такие западные вещи, были запонки, были галстуки западные, были зажигалки, ромст, были часы сейка, был партсигар, вообще сигары курил. И мы научились там обезьяничать, делая свой образ Джеймса Бонда, прикуривая целые ручки, говоря короткие фразы. Говорить с акцентом не так трудно, поскольку я сам из семьи актерской, и папа играл, фонда иммигрантов, я помню его ролик. Получив подотчет по 100 долларов на расходы, разведчики живцы отправились на поиски роковой брюнетки и ее подельников. Места для охоты рестораны респектабельных гостиниц Националь, Совой, бары новеньких отелей Интурист и Космос. Инструктаж предписывал, независимо от того, какая девушка подойдет и предложит поехать с ней, нужно соглашаться. Если выяснится, что Путана уйти под благовидным предлогом. Для того, чтобы ситуация проистекала естественным путем, вот наш разведчик, назовем это так, который играл роль, принимал имидж преуспевающего зарубежного туриста или коммерсанта, он должен был именно продемонстрировать то, что он является лакомым кусочком с точки зрения наличия каких-либо валютных ценностей и прочих ценностей. Ну, а дальше же начинается психологическая обработка, потому что такого рода преступления, они как раз были поставлены на использование человеческих инстинктов, человеческих слабостей и психологии. Это обоюдная игра, это то решение, которое разведчик должен принимать в ситуации, потому что он может решить действовать, а оказывается, что это, что называется, пустышка. Это ни к чему не приведет. И если он даму даже в машине провожает ее дому, это не значит, что он действительно будет ограблен, будет совершено нападение, это может завершиться ничем, в конце концов. Жизнь есть жизнь. Вот уже почти неделю живцы-разведчики проводили вечера в лучших ресторанах и барах Москвы. В то время им позавидовали бы многие. Еще бы! Валютные бары, песни Бонни М, красивые девушки. Вот только ни одна из красавиц не удостаивала своим вниманием пацанных иностранцев. Возникла реальная угроза. Скоро лица живцов примелькаются. Что делать? Андропов вряд ли выделит для проведения операции новых сотрудников. Да и деньги на их вечернее задание выбивать все сложнее. Но самое главное, срок, отведенный на операцию, подходил к концу. 26 августа 1979 года. Москва. Седов хорошо понимал, то, что он собрался предпринять, выходит за рамки всех предписаний. Чтобы полковник КГБ, руководитель операции, сам участвовал в оперативных мероприятиях, да еще и в таких неоднозначных. Но почему-то у него было предчувствие. Сегодня обязательно повезет. Но изображать иностранца нужно ему самому, Виктору Седову. Он прихватил с собой большой сверток с нарочно оторванным углом оберточной бумаги. Из-под упаковки выглядывала позолоченная картинная рама. Дорогой багет создавал иллюзию того, что в свертке ценное полотно. 26 августа 1979 года. Москва. Сидя за столиком в углу, Седов хорошо видел всех, кто заходил в ресторан. Эту девушку он заметил сразу. Она вполне подходила под описание роковой брюнетки, из-за которой пострадали мазамбикские спортсмены. Короткое платье, высокие каблуки, длинные темные волосы. Совсем молодая, если смыть косметику, лет 16, не больше. Взгляды иностранца с дорогой картиной в руках и красотки встретились. Полковнику показалось, что девушка ему подмигнула. Через секунду она уже шла к его столику с длинной тонкой сигаретой. Виктор небрежно достал пухлый кошелек, показал бармену пустой бокал, еще виски и услышал не угостить ли даму огоньком. Легенда, придуманная Седовым, выглядела вполне убедительно. Полковник КГБ представился Робертом Сквериллом из Лондона. Он знает немного русский, поскольку предки его выходцы из России. Конечно же, он с радостью проведет вечер у девушки, но именно сегодня ему нужно выполнить просьбу лондонских друзей передать картину одному из московских коллекционеров. Седов покажет Маше, а именно так звали его новую знакомую, бумажку с адресом. И девушка заверит кавалера, что с удовольствием покажет ему дорогу. Во дворе дома возле Белорусского вокзала, там, где по легенде жил художник, в засаде сидела опергруппа. Наружка не сопровождала Седова. Полковник был уверен, что бандиты могут установить свое наблюдение. Таксист лихо вез Виктора и Машу по темным переулкам. Но никакой погони не было. Неужели прокол? А Маша всего лишь обычная проститутка. 26 августа 1979 года, 2310, Москва. В подъезд Седов вошел один. Маша осталось ждать его в такси. На лестничной клетке курили два оперативника. Ну что, товарищ полковник, опять пустышка, приуныли офицеры. Виктор представил, что завтра, скорее всего, ему предстоит подать рапорт об отставке. Операция, можно сказать, провалена. Истекают последние дни отведенного ему срока. А сейчас ему придется вернуться к Маше и, сославшись на внезапное недомогание, выйти из машины через несколько кварталов. 26 августа 1979 года, 2325, Москва. Таксист уже развернул автомобиль, подъехал к и тут во двор ворвалась Черная Волга. Из нее выскочили трое мужчин. Наконец-то Виктор Седов услышал долгожданный окрик. Комитет Госбезопасности всем выйти из машины. Трое преступников были задержаны. Они не успели избавиться ни от поддельных корочек с надписью КГБ, ни от оружия. Водитель Черной Волги уверял, что ничего не знал. Он просто согласился подвезти голосовавших на дороге мужчин. А вот Маша в суматохе исчезла. Позже на допросе бандиты рассказали, что она племянница ликвидированного главаря банды Георгия Меркулова. Разыскивается Мария Владимировна Меркулова, 1962 года рождения. Уроженка Смоленска. Предположительно, направляется в Смоленск. 17-летнюю Марию Меркулову задержали на Белорусском вокзале. Ей предстояло ответить за все преступления, совершенные вместе с подельниками. Всего же по делу о лже-КГБ было арестовано около 60 человек. Тогда, когда уже была обнаружена деятельность этих банд, тогда уже можно было начинать работу по сбору свидетельских показаний по получению заявлений потерпевших, пострадавших. Был проведен комплекс мероприятий среди иностранцев, в том числе некоторые потерпевшие обратились к заявлениям в правоохранительные органы, они изложили обстоятельства, при которых они стали жертвами. И вот это как раз и выдвигало, порождало оперативные версии, подкрепляло их и давало основания для проведения тех или иных мероприятий, нетрадиционных для деятельности органов КГБ. Допросы проводили и чекисты, и следователи Мура. Уже через несколько месяцев все участники преступной группы предстали перед судом. В преддверии Олимпиады процесс решено было провести в закрытом режиме. Молчала и пресса, дабы не будоражить мировую общественность. Каждая статья Уголовного Кодекса имеет вилку от и до. Если бы это дело не было на контроле госбезопасности, если бы не было в разработке госбезопасности, если бы не было секретного процесса, то есть политического звучания этого дела, то они получили бы нижние, по нижней планки. А поскольку этому делу был придан такой всесоюзный статус, то они получили по максимуму. Тогда это было до 15 лет лишения свободы. Я уверен, что никого не расстреляли, потому что здесь они сами никого не убили из иностранцев, но все верхние пределы сроков лишения свободы, конечно, были их. Материалы по операции «Ночная Москва» долгое время скрывались под грифом «Секретно». И в конце 70-х и много позже вряд ли кто-то мог предположить, что проведение в Москве Олимпийских игр было под угрозой срыва. Если бы информация о ночных бесчинствах КГБ появилась в иностранных газетах, разразился бы оглушительный скандал. Ведь доказать, что речь идет о мошенниках, было бы чрезвычайно сложно. Грандиозное мировое событие зависело от профессионализма и удачливости всего нескольких человек. Их имена, как и подробности беспрецедентной операции, стали известны лишь совсем недавно. субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok